На библейский портал Экзекет пришел вопрос, грех ли быть манипулятором? Да, безусловно, манипуляция — это соблазн. Горе миру от соблазнов, говорит Господь, но горе, ибо надобно прийти соблазнам, то есть они необходимо придут, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Вот манипуляция — это когда мы не хотим служить другому человеку, а мы хотим, чтобы он служил нам, и мы хитростью подчиняем его себе. Конечно, в этом нет никакой любви. Скорее, слово манипуляции, которого нет в Библии, оно включено в такое понятие библейское, как лукавство. И пример, какой манипуляции можно провести. Вот подходят учителя-законники к Христу и говорят, «Учитель, мы знаем, что ты истинно путю Божию учишь, невзирая на лице человеческое». Правду сказали? Правду. Действительно, Христос невзирал на лица, учил и открывал правду Божию. Но это для чего они сказали? Для того, чтобы уловить его в слове. И дальше они предлагают ему вопрос о подате кесарю, заранее приготовившись, как бы его с помощью этой манипуляции арестовать, обвинить его в чем-либо, в зависимости от ответа. Вот, конечно, уподобляться таким людям мы не должны. Потому что в манипуляции нет искренности, нет любви к человеку. Ты просто пытаешься добиться от него какой-то своей выгоды. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok